Привет! Сегодня мы разберём, как мефедрон сначала захватывает твой мозг, вызывая сильнейшую зависимость, а затем, что происходит с организмом и психикой на каждом этапе отказа от него, и сколько тебе понадобится времени для восстановления после приёма этого вещества. Механизм зависимости Мефедрон относится к катинонам – синтетическим стимуляторам, которые за секунды повышают уровень дофамина, серотонина и норадреналина в так называемом центре вознаграждения мозга, а именно в прилежащем ядре и префронтальной каре. Этот гормональный и нейромедиаторный сбой вызывает ложное чувство эйфории, прилив энергии и так называемую эмпатию, то есть ощущение близости с людьми, но быстро формирует толерантность – это когда для того же эффекта нужны всё большие дозы – и сильную психологическую зависимость. Почему я называю эйфорию и эмпатию, вызываемую мефедроном, ложными? Простой пример. Природой так было задумано, чтобы ты чувствовал эмоциональную близость, доверие или эйфорию, только рядом с определенными людьми и только в определенных ситуациях. Однако, в момент употребления вокруг тебя ничего не меняется. Меняется лишь восприятие реальности, и ты вдруг начинаешь любить всех подряд, чувствовать эйфорию даже в вабоссанном подъезде или на вписке на блатхате рядом с маргиналами. Ты не попадаешь в ситуацию, которая способствует выплеску гормонов. Вместо ситуации ты подсовываешь мозгу наркотик, который, вызывая всплеск гормонов, играет с твоими ощущениями, и ты попадаешь в иллюзию. В этом и заключается главная ловушка всех психостимуляторов, особенно такого мощного эйфоретика, как мефедрон. Главная ловушка – это иллюзия, которая плавно заменяет тебе жизнь, да так искусно, что ты этого даже не замечаешь. Так что, если ты еще ни разу не употреблял мефедрон, то никогда не делай первой дозы. Иначе рискуешь попасть в ловушку, как и миллионы других людей по всему миру, которые с 80% вероятностью обречены. А если все-таки решишься на это, то знай, ты поменяешь все, что у тебя есть сейчас. Любовь, отношения, счастье, радость, веселье, победы и достижение, честь, совесть на мефедрон, так как все это он у тебя заберет через вышеприведенный механизм. Для примера приведу тебе всего несколько отзывов употребляющих. Сначала я думал, что это просто легкая альтернатива экстази. Но после первой дозы в клубе я пропустил рабочую неделю. Глаза не закрывались, память проваливалась. А то, что вначале казалось кайфом, превратилось в безумие. Когда проснулся, полдня лежал в гипсе, не понимая, где нахожусь. Впервые свою зависимость я осознал, когда не смог бросить даже ради ребенка. Я лежал в больнице после микроинсульта, а единственной мыслью было, как достать дозу. Всю ночь планировал, как выпростить у медсестры алкоголь и закатать с ним порошка. Этих историй я собрал гораздо больше, но чтобы не засорять эфир, выложу их у себя в телеграм-канале. А что, если ты уже употребляешь эфидрон и хочешь бросить, но у тебя не выходит? Ты думаешь, сколько же времени ждать, когда мозг вернется в прежнюю колею и в тебе снова заиграет жизнь? Я сам лично употреблял более 11 лет психостимуляторы и знаю не понаслышке, сколько времени уходит на восстановление. Давай посмотрим по порядку, что происходит с твоим телом и психикой, когда ты перестаешь употреблять эфидрон. Первые 24 часа Сразу после окончания действия последней дозы наступает острое проявление симптомов так называемого синдрома отмены. Какие они? Сильная усталость, тревога, дрожь, тремор, сильная головная боль, тошнота и спазмы в животе, настроение на нуле, а мысли как будто бы скачут. Одна девушка под именем Джейд, рассказавшая свою историю употребления на сайте BBC, описывает, как проснулась в холодном поту, не осмеливаясь пошевелиться из-за судорог во всех мышцах. В свою очередь два доктора, доктор Адам Уинсток и доктор Джон Мартсон, занимавшиеся в 2010-е годы оценкой рисков и вреда для здоровья от эфидрона, зафиксировали выраженные вегетативные нарушения и психоэмоциональный кризис в первые 24 часа после отказа от эфидрона, чем и подтвердили вышесказанное. Примерно на второй-третий день начинается настоящий психологический шторм. Глубокая депрессия, стойкое снижение настроения, панические атаки. Если не знаешь, что это такое, это такие внезапные приступы страха, ни с того ни с сего. Да настолько явные, что в эти моменты кажется, что сейчас сердце у тебя остановится. Я лично испытывал их чуть ли не каждую ночь. Что еще? Рушится сон. Бессонница сменяется сильной сонливостью. Физические симптомы. Обильная потливость, ломота в мышцах, учащенное сердцепиение. На форуме Reddit один из участников описал, что на второй день чувствовал себя, как в темном лабиринте внутри своей головы, где любая мысль оборачивалась паникой. Боже, как мне это знакомо. Фундаментальные исследования 2016 года показали, что в первые 2-3 дня скорость оборота дофамина и серотонина в стриатуме и при лежащем ядре резко падает, что коррелирует с выраженной абстиненцией, которую ощущает человек в первые трое суток от казадмифедрона. От 4 до 7 суток. К концу первой недели физические симптомы, такие как тремор или мышечная ломота, слабеют. Возвращается аппетит. Депрессивные пики становятся менее выраженными, но тяга к мефедрону все еще сильная. Один реабилитант на сайте Recovery Lighthouse отмечал, что лишь на пятый день в Перуе смог нормально поесть и принять душ без дрожи. В свою очередь в 2012 году профессор кафедры фармакологии Университета Филадельфии Леда Ромос и его коллеги на модели планарий, это такие плоские черви, зафиксировали нормализацию их моторики уже на пятый день отказа, что является маркером угасания физической зависимости, так называемой ломки. От 2 до 4 недель. В периоде от 2 до 4 недель начинает стабилизироваться сон. Возвращается энергия, ровное настроение, хотя внезапные волны тревоги все еще возможны. Когнитивные функции, такие как память и внимание, постепенно начинают восстанавливаться. Об этом также писала участница анонимного чата, что на третьей неделе смогла вернуться к чтению книги и заметила, что помнит детали сюжета, которые раньше казались забытыми. Ее откровения были зафиксированы исследователями во главе с Линой Хоман с Университета Брайтона в 2018 году в публикации под названием «Наблюдательное исследование под острого воздействия мефедрона на настроение, когнитивные функции, сон и физическое состояние у тех, кто регулярно употребляет мефедрон». Также они зафиксировали значительное улучшение настроения и снижение утомляемости через 2-4 недели после последней дозы. От 1 до 3 месяцев Через 2-3 месяца депрессивные эпизоды случаются очень редко. Психика же учится обходиться без стимулятора. Сердечно-сосудистая система стабилизируется, а именно артериальное давление и пульс возвращаются к норме. Один парень в комментариях рассказывал, как к концу 3-го месяца совершил забег на длинную дистанцию без чувства, что сердце вот-вот выскочит из груди. От полугода до года Этот срок без мефедрона – важный рубеж. Именно в этот период выравнивается эмоциональный фон и возвращается мотивация. Уровень дофамина и серотонина в префронтальной коре и при лежащем ядре приближаются к базовым значениям. Один реабилитант в интервью Уайс рассказывал, как спустя полгода снова обрел интерес к музыке и ощутил ту же радость, что в юности. Это подтверждается исследованиями 2012 года, в которых Михаэль Бауман и его коллеги из Национального института здравоохранения Балтимора описали полное восстановление функций транспортеров дофамина, серотонина и норадреналина у крыс как раз 9-12 месяцев после курса мефедрона. А что же происходит по истечению года? Если ты продержишься без срыва больше года, то можно будет говорить о почти полном восстановлении психики и тела. Все зависит от индивидуальных особенностей психики, а также от программы реабилитации, то есть, что конкретно вы делали весь этот год. Скажем, пили горячку три раза в неделю до отключки или занимались спортом, читали и медитировали. Участник анонимной группы отмечал, что впервые за долгое время уснул без кошмаров и мысли о мефедроне спустя год после отказа. Кстати, чтобы такой дичи в виде мыслей и кошмаров о мефедроне в течение целого года у вас не было, необходимо правильная реабилитация, то есть, правильная работа над своим внутренним состоянием. Что это значит, я расскажу чуть-чуть позже. Либо переходи в мой телеграм-канал, там я делюсь техниками работы над собой совершенно бесплатно. Вернемся к периоду после года. Группа ученых из Барселонского центра исследований и лечения зависимости еще в 2014 году в своей работе отметили исчезновение галлюцинаторных и когнитивных нарушений как раз к концу года. Хоть это и вряд ли кого-то предостережет, однако в заключении скажу, что я, как человек, прошедший через 11-летний курс употребления стимуляторов, настоятельно рекомендую не лезть туда, откуда никто не возвращается в реальность в целости и сохранности. То есть на 100% вы не восстановите свою психику. Никогда. А также дан напутствие тем, кто хочет вернуться к нормальной жизни. Все реально. Однако, буду с вами честен, без усиленной работы над собой у вас ничего не получится. Все, что я могу дать вам прямо здесь и сейчас, это веру в то, что это реально. А также научить вас техникам переписывания собственных убеждений насчет наркотик, а также формирование новых принципов и ценностных ориентаций в своем телеграм-канале. Это бесплатно. Для чего нужно менять убеждения? Для чего нужны новые ценности и принципы? Да потому что одно дело продержаться год, так сказать, на зубах, и всю жизнь ждать неизбежного срыва. И совсем другое дело – это настоящая свобода. Свобода от желания употреблять как вечная гарантия от срыва. А она возможна только через смену позитивных убеждений насчет наркотика, а также формирование новых ценностей, принципов и идеалов. Что вкупе гарантирует вам счастливую жизнь без мефедрона и других веществ. Так что если ты больше не хочешь срываться, если хочешь заняться своей жизнью по-настоящему, если ты устал страдать, подписывайся на мой телеграм-канал, а также если понравился ролик, обязательно поставь лайк, напиши комментарий и самое главное – поделись этим видео с другом, если тебе не все равно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!